На последний вопрос мне сложно ответить, потому что я считаю, что игра в ГО интересна сама по себе, и не важно, с кем, с именитым противником ты играешь или со студентом. Я, к сожалению, сейчас меньше времени на тренировки уделяю, но для меня, конечно, игра в ГО – это такая очень важная составляющая развития, потому что я был под большим впечатлением, когда в ней разобрался. Мне очень нравится сочетание эстетики и прагматики в ней, и возможность сочетания тактических проигрышей со стратегическими выигрышами. Мне кажется, это очень важно и в принятии реальных решений, и умение сочетать конфронтационную политику с взаимодействием. Да, один маленький буквально пример приведу. Мне очень понравилось рассуждение, ну, по крайней мере, я так тренер учил, что если ты понимаешь, что твой противник что-то хочет сделать, не обязательно ему мешать это сделать. Ты можешь дать ему это сделать, а сам в это время выиграть другое. Мне кажется, это очень правильное такое и по жизни направление, что не обязательно переходить в конфронтационную политику. Ну и, конечно, я с нетерпением жду чемпионата, буду всеверно поддерживать его, и популяризировать игру ГО в ГО в том числе у нас на Камчатке. Ну, для меня три главные качества в управленце. Это умение поставить цель, ну, или стратегическое мышление, если хотите его назвать. Это способность меняться самим и менять вокруг себя то, что происходит. То есть не нужны люди, которые нацелены на сохранение действующего. И третье – это ответственность, умение принятия решения. Такая более традиционная компетенция в штабной логике в том числе. Вот. И я таких управленцев вижу. Да, часть из этих качеств дефицитные, но при правильном подходе всегда можно найти. Множество ярких людей есть, и важно их правильно распознать и дать им возможность самореализоваться. Продолжение следует...